До Дня Победы осталось три месяца. Тем не менее, подготовку нужно начать уже сегодня. Глава города просит организаторов праздничных мероприятий не относиться к ним казенно. Главный праздник страны требует новых форм проведения, чтобы каждый случай не спочувствовал. 9 мая невозможно спотать ни с каким другим днем. Ну и в первую очередь необходимо оказать адрес на помощь ветеранам. У нас должна быть точечная сегодня работа. И ни один участник трудового фронта, ни один участник боевых действий, ни одна вдова участника боевых действий, ни один узник не должен забыть. Ни один. Здесь просто самая тщательная работа. Привести в порядок памятники, мемориалы, обелиски и побывать в доме каждого ветерана Великой Отечественной войны и выполнить все их просьбы. Нуждающимся и желающим предложить санаторно-курортное лечение, а может быть и сделать в квартире косметический ремонт. Все эти задачи, говорит глава города, выполнимы. А среди детей нужно неустанно вести военно-патриотическое воспитание. У нас проводятся конкурсы в детских садах, изучаются песни, да, единственное в районе. После чего идет конкурс общерайонный по патриотическим песням в дни Великой Отечественной войны. Молодцы. Вот теперь все районы будут делать, каждый наш ребенок должен знать песни о войне, песни военных лет. В этом году наш регион будет отмечать 75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Масштабные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в октябре. Елена Авсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.